здравствуйте меня зовут федор васильев в этом уроке мы с вами поговорим об очень полезные фишки это вот выбор чего-либо то есть смотрите в данном случае у меня выбор цвета корпуса телефона это очень хорошо подойдет например по продаже одежды футболок когда нужно выбрать цвет футболки то есть здесь можно прописать все что угодно то есть любое пожелание любой выбор будет учитываться при продаже давайте посмотрим как реализовать вот такую вот элемент для наших продуктов переходим в админку нашего сайта переходим джумал касса продукты то есть в каждом продукте это настраивается индивидуально переходим в какой-то продукт и это у нас вкладка варианты продуктов кликаем по полоске и давайте посмотрим как здесь все устроено не забываем смотреть на подсказочки здесь принципе все понятно метка в данном случае у меня интернет-магазин по продаже телефонов мы ставим цвет корпуса соответственно этот текст будет отображаться здесь имя поле здесь должно быть какое-то уникальное поле английскими буквами я пишу просто color то есть не обязательно здесь даже быть color все что угодно главное уникальное и чтобы английскими буквами подсказка поле подсказка если вам нужна подсказка то вот здесь вот рядом с этим выбором справа появится вопросик при наведении на который будет всплывать подсказка это уже для покупателей если вы хотите как-то пояснить данную опцию то в этом поле прописывайте текст для подсказки если это поле оставить пустым то здесь не будет ничего подставляться вопросика здесь не будет далее в самом низу самый ответственный момент здесь даже есть такой вопросик если вы по нему кликните то перейдете на страницу технических поддержки данной опции от самих разработчиков там на русском можете более подробно ознакомиться что мы здесь имеем смотрите мы имеем вот такую конструкцию обязательно первое слово английская а потом нет равенство и под потом идет какое-то слово у нас на русском языке который будет видно в списке обязательно запятую если есть какой-то еще выбор то есть следующая конструкция идет нас вот такая вот и следующая конструкция вот такая вот давайте сохраним так как есть нажмем еще раз сохранить посмотрим на сайт у нас появился этот блок здесь цвет корпуса подсказка работает и вы видите какие здесь слова присутствуют вот эти слова мы изменим на свои слова если нужно английские ставим английский если русский переименуем на русский и здесь можно сделать не только выбор цвета также может от цвета зависеть и цена здесь это учтено смотрите если мы выбираем белый обратите внимание сейчас вот сюда на цену я выбираю белый и у меня плюс 10 было 890 стала 900 плюс 10 рублей сумма автоматически прибавляется или минус red минус 10 давайте посмотрим как это устроено переходим вкладки продукта и здесь вы уже пишите под свои нужды то есть под свои продукты это слово можно вообще даже не менять меняем только здесь например пишу черный белый и red красный будьте внимательны при редактировании кода не удалите никакой лишний символ не пробел не цифры не запятую иначе не будет работать представим что цвет корпуса белый у телефона стоит на 500 рублей дороже то вы вот здесь вот вместо десятки ставите 500 это будет считаться плюс 500 рублей вот этот плюс говорит что сумма 500 прибавится к общей сумме соответственно минус минус к общей сумме красный например стоит дешевле на 100 рублей ставим 100 рублей давайте сохранимся сохранимся обязательно вот здесь еще раз иначе изменения не вступят в силу обновляемся видно что у нас перец на русском черный белый и красный смотрите как меняется цена белый становится дороже красный минус 100 у нас все здесь работает далее переходим обратно сюда например мы хотим больше вариантов разместить как это делается вы в конце ставите курсор переходите на английскую раскладку клавиатуры ставите запятую можете вот отсюда например скопировать начало переименуйте как-то здесь и например у нас есть еще цвет корпуса розовый если от цвета цена не зависит то вы так и оставляете больше ничего писать не нужно если цена зависит то вы ставите еще раз равенство то есть вы сможете уже как устроено здесь ставите знак равенства ставите плюс сколько стоит за цвет и после цифры вы ставите плюс запятую в конце ставить не нужно запятая ставится только если у вас есть еще один вариант давайте проверим сохранить закрыть еще раз сохранить обновляем сайт и видим что в списке внизу появился розовый переходим обратно в админку в принципе ничего сложного нет если у вас не меняется сумма за цвет то вы можете здесь же прямо удалить вот эти значения и оставить вот так тогда при смене цвета цена меняться не будет давайте проверим убираем белый красный цена не меняется если вам надо много таких списков то это не вопрос вы кликайте по верхней синей полоски и создаете новый список с другими значениями с другими названиями и так далее надеюсь урок был понятен не забываем кликать вот сюда на вопросик и более детально на странице разработчиков вы сможете ознакомиться с каждым пунктом на этом здесь все и увидимся в следующем уроке